Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, я в отношении со своей женой в общей сложности 7,5 лет. В браке 4 года, ей будет в этом году 26, мне исполнилось 36. Мы друг друга очень любим, я без нее не могу жить, очень плохо переношу, когда у нее какая-то боль. У нее хроническая мигрень и катастрофические болезни и, значит, ну, специфические дни. Когда ругаемся, я не могу ничего делать, не спать, не работать, ничего. Она для меня единственная принцесса на Земле. Несмотря на множество возможностей изменить, причем таких, о которых она бы никогда не узнала, я никогда даже не думал сделать то, что могло бы причинить ей боль. Физически то же самое, никогда бил, не бил и не ударил бы. Она со мной была тоже абсолютно счастлива и всегда радовалась, как ей повезло со мной, какой я идеальный и что она может мне доверять на все 100. Я, несмотря на то, что жена этого не ожидала и не требовала, перестала общаться со всеми друзьями женского повода, просто потому что мне не хочется. Моя жена единственная девушка в моей жизни и как богиня для меня. Моя жена страдает социальной фобией и присутствует некоторый комплекс неполноценности, несмотря на то, что она очень красивая и всем нравится. Обособлено ей очень не нравится ее рост, 184 см, что мог сильно высокая, и иногда даже спрашивает, действительно ли я не стесняюсь с ней гулять, ведь она выше меня на 5 см. Еще ей не нравится, как все на нее смотрят на улице и думают, что это из-за ее роста, хотя я уверен, что всегда я говорю, что это потому, что она очень красивая. Даже когда я говорю, что она могла быть моделью, она думает, что это все сказало скорее всего из-за роста. Вчера она обнаружила, что я уже несколько лет под большинством видео на ютубе, где присутствует сексуальная девушка, писал сексуальные или даже романтические комментарии, в том числе очень неприличные, те, которые могут показаться откровенными. В принципе, зачастую в тех комментариях писал имя той девушки, что делает это еще более личным. Все этого я не осознавал и был даже в участие в полном стыдии в дополнительном чувстве вины, когда стал читать те комментарии. Вот примеры девушки мечты, поцеловал бы как может... Так, это я не буду читать. Хотел бы с тобой погулять. Божественная женщина, невозможно не влюбиться. И много других, среди которых и хуже. Сначала я по глупости настаивал на том, что мой окон взломали. Это не я был. Это, конечно, бред. В конце концов, я сознался. В общем, жена плачет постоянно, повторяет мне мои комментарии, болит голова у нее, говорит, я не тот, кого она представляла. И что не уходит от меня только потому, что любит. Несмотря на то, что считает, это изменой. Даже если это только онлайн, это означает, что у меня есть желание, что в реальной жизни я не изменил бы лишь потому, что есть хоть какое-то чувство достоинства. А также, сколько бы это продолжалось, если бы я это не обнаружил. А также, неужели она недостаточно хорошая для меня. И что теперь она не может чувствовать себя действительно столь желанной мной. И что она мне не так нравится, как она думала. Так как физически она выступает тем, под чьими видео я оставлял комментарии. Я тоже плачу, плачу и пытаюсь донести, что я не знаю вообще, как получилось. Так, дико изменяюсь, обещаю во всем измениться, где хоть какие-то недостатки есть. Например, ненависть к работе и коллегам не желание работать, лгать. Видимо, у меня много признаков недозрелости, и в этом не надо изо всех сил и без того изменяться. Но она говорит, что ее связь разбитой, и из этом теперь жить, что ей нужно много времени, чтобы хоть немного восстановиться. Простите, забыть это она никогда не смотрит, и считает меня тем, кем она считала, что же. Я понимаю, любящий, женатый, взрослый мужик, и, а, значит, такими глупостями занимался, да еще и так любящий свою жену, даже не думающий о последствиях, если она узнает. Я даже не знаю, зачем я это пишу, наверное, потому что мне очень плохо, и я все сделал бы, чтобы жене менее плохо было. Я надеюсь, лично отшиваю, я просто потому что не могу с этим жить, не могу ничего делать. Детей у нас нет, но планируем. Вот, может, есть какой-то путь, чтобы попытаться мне сделать свою жену менее несчастливой, менее грустной, думать меньше о моих комментариях, о том, чтобы она меня опять считала тем же, кем считала, наверное, нагло даже мечтать. Спасибо. Ну, вообще, да, путь есть. Этот путь называется психотерапия, причем как вам, так и вашей жене. Вашей жене, если у нее есть социальная фобия, может быть, еще и психиатру показаться было бы неплохо, либо клиническому психологу. Вот, потому что, в целом, то, что вы описываете, в общем-то, довольно серьезно и тревожно. Это первое. Второе. Значит, вы пишете, что вы в браке, а, в отношениях, семь с половиной лет. Вашей жене будет двадцать шесть, то есть ей двадцать пять. Значит, двадцать пять минус семь, получается, восемнадцать. Вы в браке, вы в отношениях со своей женой, да, с ее восемнадцати лет. Разница в возрасте у вас не такая существенная, хотя, ну, тут, получается, десять лет, да. Вот, десять лет была бы несущественная разница, если вам было сорок шесть и тридцать шесть. Так, получается, что вам было, соответственно, так, вам было двадцать девять, когда ей было восемнадцать. Если, если я... А, нет, нет, не двадцать девять, вам было больше. Я тут немножко в цифрах. Запутался, не двадцать девять вам было, вам было меньше, точнее, вам было меньше. Но, все равно, вы были уже плюс-минус сформировавшейся личностью, она, соответственно, нет. Судя по тому, что вы описываете, ваш брак и не позволил ей сформироваться как личностью, судя по тому, что вы описываете, потому что... Ну, дальше я об этом скажу. Да, то есть разница в возрасте достаточно большая. Соответственно, хочется спросить, кроме обожания и кроме того, что вы без нее не можете жить, ну и кроме того, что вы считаете ее богиней и самой красивой девушкой, что еще между вами общего? Кроме вот этой вот идеализации, которая, ну, у вас взаимная, что еще общего? Что вас объединяет? То есть, куда вы идете-то, куда она идет по жизни, куда вы по жизни идете, отдельно. И что общего у вас? Дальше. Вы пишите, мы друг друга очень любим. Первый звоночек в сторону созависимости. Нет никаких мы. Вы можете говорить за себя. Я ее люблю. Но за счетом того, что вы пишете, я полагаю, что, может быть, вы ее любите, но любимая доля любви у вас состоит из созависимости и зависимости от нее, а также идеализации. Это не про любовь. Я без нее не могу жить. Это про созависимость. Второй звоночек. Про созависимость. Без нее не могу жить. То есть, вы полностью от нее зависите. Изучите в интернете, что такое созависимость. Очень плохо переношу, когда у нее какая-то боль, еще один звоночек в сторону созависимости. У нее хроническая мигрень, катастрофическая болезнь, а? Фактически, это не принятие от человека. Знаете? Ну, вы не принимаете такую особенность. Это первое. Второе. Помимо физического здоровья, вероятно, есть проявление психосоматики. То есть, мигрень, болезненные дни могут быть и психосоматической реакцией с учетом того, что вы описываете. В частности, через жалость, через неприносимую боль, пытаться вас к себе привязать, чтобы вы ее не бросили. Да? С учетом ее самооценки и с учетом того, что она вас идеализировала. Вот. Это очень на то похоже. А когда ругаемся, не могу ничего делать, ни спать, ни работать, ничего. Вот. Здесь два момента. Из-за чего ругаетесь? Ну, какие причины ссор? Как миритесь? Что вы понимаете под примирением? Дальше. Не могу ничего делать. Опять же, это история про созависимость. Почему? Что-то произошло там, вы не можете ничего делать здесь. Соответственно, возникает вопрос о важности того, что вы делаете здесь. Она для меня единственная принцесса на земле. Было бы нормально, если бы вы не прекратили общаться со всеми девочками, ну, со всеми девочками, другими, другими. Опять же, идеализация. Причем, принцесс. То есть, знаете, как бы не королева, а принцесса. Что с учетом разницы в возрасте позволяет говорить о том, что, возможно, вы относитесь к ней как к дочери. Это вообще очень похоже на детско-родительские отношения. Это не похоже на отношения взрослых-взрослых. Она ведет себя как ребенок, но и как родители. Мне понравилось множество возможностей изменить, причем таких, о которых она бы никогда не узнала. Я никогда даже не думал сделать то, что могло бы причинить ей боль. Парадоксально, что вы об этом пишете. Парадоксально. Как и парадоксально то, что вы пишете про удары. Про насилие. То есть, вы пишете, я никогда ее, значит, не бил и никогда не ударил. Вот интересно, что вы об этом пишете. Интересно, что вам в голову это пришло. Здесь стоит отметить важный момент. Что при созависимости накапливается большое количество агрессии. Потому что созависимость тотально подавляет личность в отношениях. Отсюда Грейса. Она со мной тоже была абсолютно счастлива. Всегда радовалась, как и повезло со мной. Какой я идеальность. Она может мне доверять на все сто. Это идеализация. Идеальных людей не бывает. Доверие на сто процентов. Не бывает. Бывает доверие ситуативное. Да. Но доверие опирается на доверие человека самому себе. Ваша жена себе не доверяет. Ну, по причине низкой самооценки и прочих проблем. Поэтому она перекладывает это на вас. Это не доверие. Это идеализация. Доверие никак не подразумевает тот факт, что человек идеальный. Идеальных людей нет. Поэтому, по сути, и она, и вы жили в иллюзии. Соответственно, ваша психика и ее психика, понимая, подсознательно, понимая, что это иллюзия, начинает саботировать реальность, в которую вы себя поместили. И разрушать ее. Но разрушение реальности здесь происходит не потому, что это деструкция. Потому что этого нет. Нет. Вы живете в иллюзии. Ни идеальных людей не бывает. Не бывает и стопроцентного доверия. Знаете? Я, несмотря на то, что жена этого не ожидала и не требовала, перестал общаться со всеми друзьями женского пола, просто потому что мне не хочется. Это деструктивный путь, даже если вам не хочется. Во-первых, я думаю, что вы считали мыслью желания вашей жены, которых она, вероятно, себе даже не признавала. Потому что социозависимые могут так делать. Во-вторых, это похоже на то, что вы себя сами ограждаете таким образом от потенциальной измены. Которая, несмотря на все ваши слова, присутствуют в теме измены. Измена здесь является проявлением свободы. Это проявление свободы. Дальше. Моя жена единственная девочка в моей жизни, как богиня для меня. Идеализация и созависимость. Опять. Понимаете? То есть в этом ваша незрела. Ну и ее тоже. Так. Жена страдает социальной фобией, присутствует в некоторых комплексе неполноценности. Значит, по фобии к клиническому психологу, психиатру. По комплексу неполноценности к психологу. Работать с этим. Далее вы пишете про нее. Тут я комментировать ничего не буду. Вот. Потому что, ну, поэтому я уже сказал. Вчера, вчера, она обнаружила, что я уже несколько лет предоставил видео на ютубе, где присутствовала сексуальная девушка, девушка писала сексуальные романтические комментарии. И вот здесь не только самый главный, но, наверное, центральный момент, центральный момент, потому что вы пишете и вы говорите, что я этого не осознавал. То есть ваша психика вытесняет любые мысли, которые разрушают вот эту вот реальность, которую вы создали, но в действительности в этой реальности вы чувствуете себя несвободным. Несвободным. Вы чувствуете себя несвободным в этой реальности. Отсюда комментарий. Идея в том, чтобы помочь вам увидеть, чего же вам хотел, чтобы вы эти комментарии писали, и донести до своей женой. Это самый лучший способ сделать ее счастливой. А именно, разочаровать. Потому что идеализация всегда заканчивается деидеализацией. Обратно. Да? Чем быстрее вы познакомите свою жену с собой настоящим, тем быстрее она столкнется с реальностью. Да, ей будет больно. Но если она будет работать с психологом, это будет легче. Она познакомится с реальностью и сможет жить дальше. Она решит или остаться с вами, или уйти. То же самое касается и вас. То есть вам надо ее тоже деидеализировать. Значит, чего вы хотели, чего вам не хватало, не хватало. Дальше. Вы пишите. Значит, вот были комментарии откровенные, да, и некоторые еще хуже. Дальше. Смотрите. Проявление откровенности, скабрезности, пошлости. Вы воспринимаете как что-то хуже. Почему? Идеализация брака, желание построить идеальные брачные отношения. Почему хуже? Дальше. Сначала я настаивал, что мы как-то взломали, это не я был. Это, конечно, бред. То есть вы испугались, вы лгали, чтобы сохранить свой образ. Это понятно. Это понятно. В конце концов, я осознал, что вот тут вы сделали первый шаг к тому, чтобы показать себя своей жене настоящим. Возможно, впервые в жизни вашей совместной. Что вы сделали для того, чтобы осознаться? В общем, жена просто постоянно плачет и повторяет мне мои комментарии. Не знаю, насколько активно она это делает, но к врачу бы ей обратиться. Болит голова у нее, ну, психосоматика, говорит, я не тот, кого она во мне представляла. Да. И каждый из нас не тот, кем нас представляют другие. Не уходит от меня только потому, что любит. Нет, не уходит, потому что боится остаться одна. Это манипуляция и с целью вызвать у вас чувство вины. Несмотря на то, что считать этой изменой, я всегда известна только онлайн. Это означает, что у меня есть такие желания в реальной жизни. Я бы не изменил лишь потому, что есть какое-то чувство достоинства. А что в этом плохого? Не изменять потому, что есть чувство достоинства, это и есть выбор. Получается, ваша жена отрицает свободу выбора. Быть с кем-то. Понимаете, какая штука? Дальше. Значит, она говорит, если есть такие желания, даже если это онлайн, то это измену. Ну, как бы, окей. Если она так считает, окей. Но оставаясь с вами, она предаёт свои же собственные слова. То есть, оставаясь с вами, она себя предаёт. То есть, показывает, что вот эта её позиция для неё недостаточно важна. Она сама себя, по сути, сама себе противоречит. Также, сколько бы это продолжалось, если бы она это не обнародила. И здесь, понимаете, хочется сказать, а что в этом такого? Ну, за что там её самооценки болезненные, я понимаю, что для неё это трагедия. И, понимаете, опять же, вот парадокс. 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 Вы её любите. С ума по ней сходите. Боготворите её. Но делайте это. Потому что вы не чувствуете в ней женщину. Понимаете, боготворя человека, идеализируя его, с ним нельзя находиться в нормальных отношениях. Это постоянная гонка. Это постоянная борьба. Гандикап. Короче. А то, что вы пишете, это по-настоящему. Это искренне. Это невозвышенно. Это реально. Но от реальности выбежите. Неужели она недостаточно хорошая для меня, теперь она не может чувствовать себя действительно желанной, но и что она мне не так нравится, как она думала, так как физически уступает кому-то. Это манипуляция с целью вызвать чувство вины и что вы так больше не делали. Но правда заключается в том, что чем сильнее она вызывает у вас чувство вины, тем больше вероятность того, что это повторится. Потому что чувство вины это нарушение личных границ. Нарушение личных границ вызывает агрессию. Агрессия так или иначе проявится в новом эпизоде таких комментариев. Тем более, что у вас есть идеальная отмазка, что вы не осознавались, что делать. Только я вам не верю. Дальше. Не потому что вы обманываете, нет, не поэтому, а потому что я знаю, что это не так. Но вы боитесь, вы боитесь себе в этом признаться. Дальше. Я точно плачу и пытаюсь донести, что не знаю вообще, как так получилось. Это ложь. Вы знаете, просто не признаёте себе. Слёзы. Ну я бы сказал, что слёзы здесь, это слёзы отца, который разочаровал свою дочь. Я бы сказал, что слёзы здесь, это такое же проявление созависимости. Такое же проявление созависимости. То есть в самих по себе следах ничего плохого нет, но это проявление созависимости. Дальше. Дико извиняюсь, обещаю во всем измениться, где хоть какие-то недостатки есть. А про любовь ли это, если вы должны меняться? Любовь это про принятие. Например, ненависть к работе и коллегам желание, нежелание работать, лгать. Это ваши психологические проблемы, которые нужно решать. Это проблемы с реализацией, это проблемы с собственным принятием, это проблемы с угрозой, ненависть это про угрозу. Эти проблемы вам предстоит решать. Видимо, у меня много признаков незрелости, в этом не надо изо всех сил и без того изменяться. Надо плохое слово. Вам без себя найти. Она говорит, что сердце разбито и с этим теперь жить, и что нужно много времени, чтобы хоть немного восстановиться. Это манипуляция. Понимаете, вы же, наверное, догадываетесь, что сердце нельзя разбито. Вы видите, как вы... Эпопяжно здесь себя ведет. И вы, и она Эпопяж. Эпопяж это пыль глаза. К сожалению. Дальше. Простите, она это никогда не смотрит и считает меня тем, кем она считала тоже. Это нормально. Наконец-то она увидела вас настоящего. Я понимаю, любящий женатый взрослый мужик и такими глупостями занимался. А ничего, что ли, женатый, любящий взрослый мужик имеет ненависть к коллегам, к работе, лжет и не хочет работать. Вас это не смущает? Здесь дело не в этом. Дело в том, что каждый из вас в отношениях пытался и пытается решить свои психологические проблемы. Я не уверен, что вы видите друг друга реальными, ну, как личностями. Дальше. Значит, вы пишите, такими глупостями занимался. Это не глупость. Если бы вы это не делали, вы бы зашли с ума, либо заболели. Так психика вас спасала. Еще так любящий свою жену и даже не думающий о последствиях, если она узнает, да, неинтересно, что вы почему-то не думали о последствиях. Это не случайно. Я даже не знаю, зачем я это все пишу. Но, естественно, конкретно сейчас с вами хочется просто выговориться. Это нормально. Вопрос в том, пойдете ли вы дальше и начнете ли вы все-таки работать над собой, в первую очередь. Это было бы неплохим проявлением зрелости. Дальше. Наверное, потому что мне очень плохо, я все сделаю бы, чтобы жене у меня не плохо было. Созависимость, Павел. Это созависимость. Я надеюсь лишь на чудо, потому что не могу с этим жить, не могу ничего делать. Ну, чудес не бывает. И здесь, опять же, у вас вот детское мышление встречалось. Детей у нас нет, но планируем. Это вы, это вы к чему сейчас? А быть может здесь какой-то путь, чтобы попытаться мне сделать свою жену менее несчастливой, менее грустной, и думать меньше о моих комментариях? Нет. Для вас нет. Это ее собственный путь. Это ее собственная проблема. О том, чтобы она меня считала тем же, кем считала, наверное, нагло даже мечтать. Павел. Может быть конкретно сейчас вы не поймете этого, но, что это происходит, это хорошо. Вы просто конкретно сейчас этого не видите. На самом деле для вас и для вашей жены полезно, что что-то произошло. Это позволило вам не заболеть. Ваша жена уже болеет, вы нет, вот вам это позволило не заболеть. Какой у вас вопрос к психологу-то? Собственно. То есть, ну, психологи не волшебники, чудес, но не творим. Такой вопрос. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Вы пойдете здесь, это положено. suburban convention. Буду благодаря мне, если мы снимаем через нежные силы,